Двоичный алгоритм поиска подстроки Алгоритм поиска подстроки, использующий тот факт, что в современных компьютерах битовые сдвигы по битовой или являются атомарными операциями. По сути, это примитивный алгоритм поиска с небольшой оптимизацией, благодаря которой за одну операцию производится до 32 сравнений одновременно. Легко переделывается на приблизительный поиск вычислительная сложность у операций с крайне малой константой. На предварительную обработку идет операция памяти, где сигма – алфавит. Если же длина шаблона поиска не превышает длину машинного слова, сложность получает слою соответственно. Предполагается, что алгоритм разработал в 1964 году Венгр Болин Дю Мюльки. На популярность он приобрел в 1990-е годы благодаря работам чилийца Рикарда Байеса Ятеса и Уругвайца Гастон Наганьота. На двоичном алгоритме основана известная утилита. Приблизительного поиска огреб исходный текст. Си. Примечание. Работаем с перевернутыми битами. Версия для приблизительного поиска. Для простоты работаем с перевернутыми битами. Предполагается, что Нидель содержит не более М ошибок в метрике Ливенштейна. Нам нужна М плюс 1 копия кортежа. Версия для приблизительного поиска. Версия для приблизительного поиска. Т в строке Н окажется 0 соответствующий К. Количество ошибок. Сравнение с другими алгоритмами. Преимущество очень быстро на подстроках. Длина которой не превышает длину машинного слова. Нет никакой регрессии на плохих данных. Алгоритм легко переделывается на приблизительный поиск в метрике Хемминга и даже в метрике Ливенштейна, а также на поиск одной из нескольких строк. Недостатки при точном поиске не имеют особых преимуществ над другими алгоритмами. Непонятно, что делать на громадных алфавитах. Например, можно разбить один длинный символ на несколько, при этом в позициях некратных длиннее символа в R входит не единица, а ноль. Или можно воспользоваться какой-то структурой данных, которая хранила бы разреженный массив. При приблизительном поиске алгоритм указывает конец места, где совпало. Начало этого места найти сложнее, требуется о дополнительной памяти. Версии для длинных подстрок программируется несколько сложнее. Понятия «флаг переноса» в языках высокого уровня нет, поэтому приходится либо рассчитывать на удачную оптимизацию, либо оптимизировать код вручную на ассемблере.